Приветствую Вас! Сразу хотел бы Вас предупредить о том, что я не читал всех ответов своих коллег на Ваши вопросы. Потому что их было довольно много и изменяюсь заранее, если мой ответ будет как-то совпадать с тем, что Вам уже написали. Но, тем не менее, я постараюсь ответить Вам на Ваши вопросы максимально подробно, максимально полно. Итак, Вы говорите, добрый вечер. Как избавиться от чувства разочарования в человеке? Я узнал, что он обманывает близкого человека. Было бы, конечно, неплохо, если бы Вы сказали, Вы написали, дополнили свой вопрос информацией о том, кто Вы для этого человека и кто тот, у кого он обманывает. В принципе, есть предположения относительно того, кто это может быть. Но, тем не менее, хотелось бы все же, чтобы Вы как-то более это полно обрисовали. Далее, значит, как избавиться от чувства разочарования. Ну, во-первых, пожалуй, к ответу можно было бы подойти, ну, правильно было бы подойти, с моей точки зрения, значит, с нескольких сторон, с нескольких позиций. Значит, первая позиция заключается в том, что каждый человек, любой человек строит отношения с другими людьми, основывается только на индивидуальных чертах своих и своего партнера. Что это значит? Это значит, что, например, мужчина встречается с женщиной, любой женщиной, и видя ее в определенной ситуации, там, под определенным углом, при определенных обстоятельствах и так далее, и так далее, ведет себя с ней не так, как, например, он, этот мужчина, мог бы себя вести с другой женщиной, с которой он, например, был бы в другой ситуации и при других обстоятельствах. Связано это с очень многими моментами. Связано это с очень большим количеством факторов. Связано это и образ, который мужчина занимает с каждым человеком. В данном моем примере это мужчина, это может быть любой абсолютно человек. То есть это образ, который этот человек замещает, условно говоря, это цели этого человека, его желания, то, как он видит этого человека, ну и так далее. То есть очень-очень-очень много переменных есть в этой позиции. Я хотел бы, чтобы вы об этом помнили. И поэтому, когда мы говорим о том, почему человек определенным образом ведет себя с одним и совершенно по-другому ведет себя с другим человеком, то это можно объяснить, вот с какой вот позиции. То есть позиция именно такова, что разные обстоятельства, разные образы, разное взаимодействие этих самых образов и чувства человека, что от него чего-то ждут. От него ожидают каких-то действий, каких-то поведенческих реакций, поведенческих моделей и прочее, прочее, прочее. Понятно, что это далеко не всегда так. То есть ситуация такова, что человек может и не подвергаться ожиданиям со стороны вот другого. Ожиданий может и не быть. Но он думает, что эти ожидания есть, и отсюда возникает подобная реакция поведенческая и так далее. И поэтому, именно по этой причине, очень часто возникают ситуации, что человек совершенно по-другому ведет себя с определенными людьми, нежели с другими. Вот это разграничение вам нужно для себя принять. То есть, да, человек обманывает близкого человека своего. Да, человек поступает с ним не самым лучшим образом. Да, человек ведет себя совсем не так, как он должен был вести. Но делает он это не потому, что вы, например, ну скажем, не потому, что вы, например, этого человека не знали или, вот знаете, ошибались там, допустим, на его счете или что-то вроде того. Нет, а потому, что у него с другим человеком другие отношения. И эти самые другие отношения, может быть, имеют совершенно другую составляющую, совершенно другую подоплеку, совершенно другой контекст. Нежели чем есть контекст у вас, в ваших отношениях, в вашем взаимодействии. Понимаете? То есть, если вы берете судить о том, как человек ведет себя с другим человеком, вы всегда включаете интуицию, вы всегда используете интуицию. По какой причине? По причине того, что вы не знаете целой картины, вы не знаете полной картины. Вам она, эта полная картина, неизвестна. И именно поэтому, потому что полная картина вам неизвестна, вы рискуете допустить, допустить ошибку вы на все сведения о том, какой этот желаемый человек. Потому что вы не знаете его субъективную сторону, вы не знаете его позицию по этому вопросу. А поскольку в разных ситуациях и в разных отношениях бывают совершенно разные перепития, то, может быть, этот человек и не разочаровывает вас, а просто он оказался в безвыходной для себя ситуации и не знает, как ему себя вести, что ему вообще делать. И вот у него не остается другого выбора по его мнению, кроме как обманывать своего близкого человека. Может быть, опять же, из-за чувства ответственности такое вот тоже вполне себе может быть. То есть не торопитесь проектировать на ваши отношения то, что происходит с его отношением. Вот не торопитесь это делать, это очень легко выносить сведения, очень легко как-то вот, знаете, отсвенивать, но при этом очень легко можно, к сожалению, ошибиться и вот ошибка как раз может вам стоить, ну, довольно дорого. Опять же, по какой причине, ну, по такой причине, да, что вы всего не знаете, делаете выводы, основываясь только на, там, информации неполной и в результате этого просто-напросто ошибаетесь и, как бы, ошибаясь, да, вы теряете, теряете человека, вот. Это первый момент, это первый момент, это первая позиция, первый взгляд, первая, значит, сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается немножечко в другом. Вы говорите, разочарование. Понимаете, в чем дело? Разочарование, это, по сути дела, нежелание признать того факта, что человек оказался немножечко, ну, вот, знаете, не тем, с кем вы его представляли. То есть, разочарование, это исключительно ваше переживание, связанное с тем, что вы не знаете допустить ошибочность своего схождения. Когда вы говорите, как так? Он не мог так поступить? Это вообще неправда? Как же вот так? Вот как он мог? И так далее. Это нежелание принять ошибочность своего схождения. И если мы говорим про нежелание признать ошибочность своего схождения, то мы говорим про некую, так сказать, косность мышления, некое упорство, некое упрямство, некую такую вот жёсткую позицию по тому, как человек, вообще-то говоря, должен себя вести. То есть, вы не допускаете такой возможности, что вы можете ошибиться. А эту возможность необходимо допустить. И после этого, после того, как мы поняли, что по сути дела, человек не то, чтобы это разочаровало, он просто проявил те качества, которые у него не было возможности проявить с вами. Ну, какие-нибудь убеждения, представления, взгляды, там, ценности, например, и так далее. И вы думаете, вы сбрасываете себя, а могут ли эти его представления, эти его взгляды, которые составляют мотивационный базис, могут ли они, вот эти основания, да, могут ли они повредить мне и моим отношениям с этим человеком? Если да, то вы просто более осторожно относитесь к этому человеку. Меньше ему доверяете, в этой части. Меньше на него полагаетесь. Опять же, в этой части. И так далее. Но при этом человеку он оставился тем же для нас. Понимаете? Просто здесь, в контексте именно того вот, что заставило его обманывать, вы как бы держите дистанцию и не сближаетесь с ним. Ну так вот, знаете, активно. Так активно, как, например, вы, ну, скажем, могли бы сделать, если бы... Так активно, как... Не так активно, как, если бы, например, вы не знали о том, что он обманывает своего близкого человека. Понимаете? То есть вот такой вот момент. И все. Если же ситуация такова, ну вот предположим, что ситуация такова, то, что вы узнали, то, что вам стало известно, непосредственно влияет на вас отношение с ним, опять же, по вашему мнению непосредственно влияние есть, то вы с человеком постепенно, постепенно расстаетесь и отдаляете. Само переживание расставания, само переживание расставания, это по большому счету, еще раз повторю, нежелание признать ошибочность своего суждения. То есть вы не можете допустить, что могли ошибаться. Вы не можете допустить, что могли совершить ошибку, например, при отжимке человека. И разочаровываясь в нем, условно говоря, разочаровываясь в нем, вы практически всегда разочаровываетесь, ну в некоторой степени вы разочаровываетесь в себе, потому что вы ошиблись, ваша недоработка тоже, вы не доглядели. Ну и здесь, соответственно, вопрос такого типа возникает. А вот, собственно, должны ли вы были доглядеть? Можете ли вы доглядеть? Могли ли вы это сделать? Не слишком ли вы высокие требования к себе предъявляете в контексте этого? Да вот, тоже очень важный момент. Но в любом случае, феномен разочаровывания связан с тем, именно, что вы для себя что-то теряете. Либо вы теряете уверенность в правильности своего выбора, либо вы теряете какие-то, ну, например, благо для получаемой вами в процессе взаимоотношений с этим человеком. Опять же, это нужно спокойно перешлить, к этому нужно спокойно относиться, понимая этот факт, что, как бы, дело упирается в аспекты, озвученные мной ранее, ну, ранее встал. Вот. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, это помог вам. Если какие-то дополнительные вопросы у вас остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.